начинаем знакомиться с интересным конструктором страниц от you тем и в этом видео меню логотип настройка первого экрана меня зовут федор васильев и давайте начнем давайте посмотрим поизучаем на что способен конструктор страниц шаблон конструктор от you тем для этого я установил чистую jumbo и установил уже последний шаблон от you тем и так расширение шаблоны вот данный шаблон давайте начнем знакомиться переходим кастом айзер и начнем просто сверху настраивать смотреть прям по порядку что есть я предлагаю сейчас разобраться с логотипом для этого мы переходим вот здесь вот есть настроечки меню сайт изображение логотипа естественно у вас должен быть заготовлен какой-то логотип я кликаю по этой картиночки появляется некий медиа менеджер здесь можно сделать отображение папок медиа менеджер вашего сайта и фотографию такого вида или вот такого вида для удобства сразу отсюда мы можем добавить папку для удобства чтобы у нас для одного сайта все картинки находились в одном месте вот здесь нажимаем добавить папку и называем папку не русскими буквами как-то я назову дымом и нажму ok и так папка дыма у нас создана вот она здесь клику по папке открывается папка естественно здесь файлов нет и нажимаем загрузить открывается папка с компьютера выбираем изображение я выбираю свой логотип для примера открыть логотип загружен ставлю точку напротив своего логотипа и нажимаю выбрать мой логотип здесь отображается также можно поп корзинки удалить если вдруг решили заменить логотип и соответственно здесь отображается он здесь сразу вписывается как родной потому что здесь у меня логотипа небольшой размер на кстати если кликнуть прямо по логотипу выбрать его не здесь есть еще помимо корзинки инструмент переименовки можно в 10 переименовать название вашего изображения видим ширина и высота логотипа авто стоит но лучше я считаю проставить размер вашего логотипа размер моего логотипа 207 на 47 нажму сохранить что интересно в этом конструкторе страниц очень проработана возможность с логотипами например вот это я нигде такого не видел ни в одном конструкторе да а выберите альтернативный логотип с инвертированными цветами например белый для лучшей видимости на темном фоне и так далее здесь уже можете конечно загружать я не буду я тестирую здесь что классно вот мобильная версия логотипа если мы с вами посмотрим да но здесь он большой здесь надо уменьшать логотип например оставить только иконку моего логотипа соответственно у меня есть такая я загружаю тоже нажимаю добавить загрузить загружаю свой логотип выбрать и вот вы видите на мобильном устройстве автоматически подставляется мобильный логотип на планшете тоже соответственно ширина у меня 50 высота 50 данного логотипа так как в этих же настройках где логотип у нас есть и другие настройки давайте их рассмотрим и они достаточно интересны идет у нас макет здесь есть выбор макета резиновый во всю ширину браузера многие такие любят многие люди не любят есть возможность выбрать коробка так называемый да и есть ниже дополнительные опции которые недоступны при выборе full ширина то есть максимальная ширина сайта интересный вариант если вы выберем коробка то есть сейчас вам можно может быть не видно но вот здесь вот у нас остается как бы заливка браузера то есть у нас как бы сойдет такой колонкой некой то есть вот так вот сейчас я вам свернул чтобы вы видели здесь по бокам и сзади мы сейчас загрузим background картинка на задний план который будет зафиксирована при прокрутке страница картинка будет фиксирован на месте это достаточно симпатично смотрится и это еще не все смотрите то есть а можно сделать так чтоб сайт был как изначально раньше сайты были когда только-только интернет зарождался и появились первые сайты они все были выровнены возможно вы видели такие старые сайты по левому краю то есть даже так вот по старинному можно сделать естественно по центру оставляем и какие здесь есть еще опции они не приведены на русский но они сразу визуально показывают что они обозначают мы просто ставим птичку сразу понимаем что-то отступ сверху вы видите если нужен такой отступ чтобы как бы не прилегал сайт к верхушке браузер то оставляем дальше есть возможность это отступ снизу и соответственно меню выносится на самый верх вот это нижняя дисплей то есть как хотите либо это вот так меню либо это меню то есть вообще шапка header сайта наверху я наверное оставлю все таки вот так для примера и изображение для оба граунда давайте такой загрузим я кликаю по этому месту чтобы возникло окно нашего меди менеджера и загрузить с компьютера я на компьютере выбираю изображение для заднего фона изображения должно быть большим не меньше full hd это 1920 на 1080 я выбираю такое изображение подходящие который мне нравится для примера она у меня загружена выбираю и выбрать страница обновляется картинка сзади вы видите подгрузилась вот так это выглядит уже реально на сайте то есть вы видите как быстро и просто у нас уже картину общее есть вот общего так сказать каркаса да например останется добавить только меню наполнить главную страницу нашими материалами о чем наш сайт и по сути уже сайт принципе готов и там уже внутренние страницы также можно оформить делать блок на сайте здесь спокойно все это можно делать дальше тут настройки этого бэкграунда ниже изменить настройки давайте зайдем открывается целый спектр настроек во первых можно проставить ширину и высоту я проставлю 1920 на 1080 зависимости какое изображение вы используете здесь можно выбрать как изображению позиционироваться на сайте это ковар авто и и контейн здесь просто надо выбирать смотреть как это лучше смотрится и оставить так как есть вы видите она по-разному меняется я на наставлю вот так вот ковар то есть вмещать и дальше позиции изображения центр центр то есть это уже идет выравнивание изображения то есть топ-left это сверху слева топ-центр это сверху по центру и так далее у меня стоит центр центр я в принципе так и оставляю дальше эффект изображения можно выбрать fix it изображение зафиксирование при прокрутке страницы к сожалению пока сайт у нас короткий нет никакого материала мы не можем прокрутить да вот у меня сайт открыт то есть сайт он маленький нельзя просмотреть это можно просмотреть только когда сайт будет наполнен и интересно можно даже сделать parallax для заднего фона то есть как я полагаю это parallax будет работать при прокрутке когда сайт прокручиваем например другую сторону будет двигаться parallax интересный эффект когда мы выбираем здесь parallax здесь вы можно тонко настроить начальное положение по горизонтальной то есть выбрать ползунком это значение и конечное положение по горизонтали также выбрать начальное положении по вертикали конечное положение по вертикали и скорость parallax то есть как быстро будет двигаться задний parallax то есть задняя картинка при скроллинге сайты как я полагаю это надо опять же сайт наполнить посмотреть и здесь вот можно в плюсовой значении или в минус агонии значение уходить то можно тонко настроить движение фонам опять же когда сайт мы наполним на вот таком сайте здесь ничего этого не видно здесь на ваше усмотрение оставлять про лакса нет дальше здесь есть контроль . для эффекта параллакс лвс для всех устройств можно выбрать для телефона для планшета у меня остается везде а вот видимость можно выбрать например только для компьютеров а и лучше так оставить потому что на телефоне планшетах слишком мало расстояния чтобы показывать еще задний фон поэтому я отключаю то есть видимость показываем только на дик стопах если бы мы не использовали с вами бэкграунд для заднего фона то здесь мы могли бы задать цвет фона практически любой задать прозрачность и так далее режим наложения большой выбор режимы наложения можно здесь также выбрать если бы не было сзади бэкграунда и цвет наложения кликаем по цвету наложения выбираем любой цвет цвет накладывается на изображение вот здесь вот можно это контролировать прозрачностью то есть вы видите затемняется то есть можно вообще сделать чтобы прямо поверх изображение заливка это наложение цветом было нос в этом смысла нет нужно делать такую прозрачность то есть через наложение цвета вот так вот видите через красный просвечивается наше фоновое изображение наша картинка произвели настройки не забываем нажать сохранить мы с вами вкладку еще до конца не разобрали здесь мы нажимаем назад вот именно эту вкладку до ниже что у нас еще остается позиция тулбар опять же в данном расположении макета мы не можем посмотреть изменения в данных условиях здесь никаких изменений я не вижу то есть если мы так это оставляем вот в таком виде наш сайда то вот здесь вот позиция тулбара она никак здесь не играет роли и хлебные крошки отображатели вот если я нажимаю птичку да вот появляется главное если вам нужно это на главное обычно на главной хлебной крошки не выводится для новичков кто не знаешь такой хлебной крошки да это путь от главной страницы до конечной то есть человек может попасть из поисковика на вашу какую-то внутреннюю страницу и на самом верху он может сразу сориентироваться в виде путь где он находится там может показать категория сайта статья сайта и так далее и хлебной крошки очень хорошо для seo оптимизации сайта их конечно же надо включать но не на главной странице на главные они в принципе не нужны мы с вами разобрали эту вкладку сайт в макете нашего конструктора шаблона от you тем не забываем сохраняться и на данном этапе мы имеем уже вот такой вот сайт начало положено на этом уроке я ставлю паузу и продолжим разбирать данный конструктор следующих видео пока пока